Большую стройку мы закончили, Максим сделал свой дом, я сделал ремонт своей квартиры, ну будем считать как-то так, что-то получилось. Теперь, что дальше и где дальше идет строительство? Вы что там думаете, что поселок западный один закончился? Да нет, естественно, есть другие места, поселков с этой стороны должно быть много. Вообще, если мы говорим о генеральном плане, то то, на чем город заканчивается, это 50 лет магнитки, это только часть, потому что еще дальше, еще больше. То есть, Магнитогорск ориентировался на население полтора миллиона человек. Вот так вот. В принципе, это можно сделать, это вопрос только к кому-то. К директорам нашего завода, естественно, в смысле комбината. То есть, я прекрасно понимаю, что металл, это хорошо, но металл, он идет дальше. То есть, почему бы здесь не построить нормальное производство электромобилей? Было бы клево, да, еще бы народ сюда притащили бы. Потом, в принципе, помнится, у нас была швейная фабрика, тоже куда-то развалилась. Так бы вернуть на круги своя, потому что шить-то не умеем, естественно, умеем. Плюсом ко всему, в свое время делали обувь, почему нет? Если что-то не получается, то есть, Адидас, Рибок и все остальное, и Найк, они тоже сюда придут. Ну, Россия, это правильный город, в принципе-то. И если это будет и тогда, то вы понимаете, да, еще вперед из песни, пятая, десятая. А эта сторона, а эта сторона идет к Башкирии, да, здесь решили построить поселки. И вот мы сейчас вам покажем тот поселок, который, по сути событий, не должен был строиться, но строится. Тема-то есть, тема строительства. Евро и типа все дела. Да, я видел и вижу евро, но давайте объясним. Турки строят круто, но не везде. Мы стали работать лучше. Да, лучше, если найти правильных строителей. Один из таковых – фирма Прайд. То, что вы видите, построено этой фирмой. И поверьте, все это работает и приносит прибыль. Хотя не все меряется прибылью. Прибыль – это не ваш дом. Ваш дом – это уют и комфорт. И вот об этом поподробнее. Мы пришли в поселок Сота. Здесь как бы немножко все по-другому можно сделать, правильно? Да, запросто. Потому что мы запустили пилотный проект. У нас идет на улице подземная электрика. То есть вы никогда не увидите болтающихся проводов над головой. Вот это меня немножко тоже достает. Потому что я вот в Турции хожу, да, я вижу настоящее небо. А не распиленное вот этими проводами небо, которое здесь у нас в России существует, магнитогорское. Здесь такого не будет. Здесь очень удобно в чем? Потому что любые автомобили, которые, да, любые провозки, то есть непосредственно, допустим, при строительстве, да, материалов строительных, они не будут задевать, они не будут нарушать структуру самой улицы, да, сетей непосредственно. Поэтому, ну, это эстетично, это очень красиво. То есть можно говорить, что поселок Рот, Сот, он немножко чуть-чуть другой, чем все остальные наши магнитогорские поселки. Да, здесь идет, наверное, шатное опережение все-таки. Здесь уже для удобства, да, эстетика, красота. Здесь немножко более к европейскому стилю жизни. То есть, да, почувствуйте себя в Европе называется. Видите, что на горизонте? Да мы-то с ее и начинали. Большая стройка. Кто работал? Я и Макс. По сути событий отсюда и стартовал поселок Нежный. С тех пор много воды утекло и много поселков, и по сути мы торпедировали Крылова. Кому и зачем он сейчас нужен? Здесь отличные дороги и все новое. Все-все. То есть, строится поселок Соты. Я считаю, лучшая его часть в городе. Да, мы стали придерживаться такой концепции. Мы строим все из всего. То есть, в первую передачу вы видели, что мы могли, да? И мы это еще не закончили. У нас передач будет много. Чтобы люди наконец-таки поняли, что вы можете для себя делать. Да, потому что, в принципе, наверное, жизнь, она текучая, как река, да? И каждое событие, оно, заканчивающее событие, оно тут же начинается совершенно другим, да, этапом жизни. Да, сделали, да, стали строить из всех материалов. То есть, стали делать из СИП-панели с материалом гринборд, с пенополиэртаном. Достаточно теплая композиция, так сказать, композиционный материал, который дает возможность не замерзнуть зимой, сохранить прохладу летом. Опять-таки, да, и пожаробезопасность, то, о чем мы всегда говорили. То есть, это, наверное, самое важное внутри поселков, потому что дома есть дома. То есть, вот, достаточно удобно, достаточно комфортно проживание такого, в таком доме. И материал дышит. То есть, да, он дает возможность ощущать вот этот воздух, да, легкость воздуху внутри самого дома, внутри конструкции дома. Давайте все-таки определимся, сколько стоит вот дом со всеми коммуникациями, чтобы у народа там не было тараканов, что вот просто землю вам продали, а в земле ни воды нету, канализация где-то будет, лепездричества не будет. Что здесь, и сколько это все в действительности будет стоить? Мы пошли немножко дальше. Мы в своем пилотном проекте максимально упростили жизнь нашим потенциальным заказчикам. Мы провели центральную канализацию в воду, заключили договоры с водоканалом уже на каждый участок по обслуживанию непосредственно этих сетей. Завели эти сети на участки, то есть то, чего в принципе сейчас не делают как бы на многих поселках. Мы провели электричество, мы сделали разводку электроэнергии уже тоже опять-таки на участке. У нас стоят газовые отводы, то есть газ стоит уже на границе участка. Все, что по максимуму мы могли сделать для своих заказчиков потенциальных, мы все это сделали. Мы максимально облегчили эту беготню, которая по факту у нас, как ни печально, да, это звучит. Годами люди согласовывают проекты, в принципе, ждут очереди, когда им смонтируют все это, когда это подключат, дадут разрешение, когда нарисуют сам проект. То есть вот всю ту грязную работу, которую могли делать наши заказчики, да, мы сделали это за них. Отдельная улица и это фирма Прайд. Все упаковано для вас, все-все, без косяков. Из чего строим? Да из того, что вам нужно. Фирма Прайд это делать умеет. Вы смотрели сюжет. Ну, не видели. Мой YouTube для вас. Делают все круто. И даже круче, чем турки и югославы. Мы, точнее они это делать умеют. Строят ваш поселок. Грамотно строят. А теперь определимся. Есть ли у человека деньги? То есть каждый нормальный человек рано или поздно должен выйти из своей квартирки в общежитии. Везде общежития. Я серьезно говорю. Я даже не могу музыку послушать. Бесполезно. Это общежитие. Хотя, в принципе, дом в Ленинском районе. Как-то странно получается. Хотелось бы, да? И хочу я свой дом. То есть у меня примерно сумма есть. Мы будем говорить от... К сорока-то годам. Уже 2,5 миллиона вы уже наберете? Если что. Можно что-то построить? Я думаю, что можно построить. Нужно будет посмотреть варианты планировок. Варианты квадратуры дома. Да, где-то вдруг, если... Каждый дом это индивидуальность. Нужно всегда помнить об этом. Потому что, если вы хотите какой-то более расширенной опции в доме, да, это будут, соответственно, еще дополнительные деньги. Давайте все-таки поделимся. Все-таки нормальные люди уже с такими кривыми пирогами. У них все построено там. Лазурные, радужные хуторки и все остальное. Это у них были деньги. Понимаете? Сегодня и сейчас мы готовы всем предложить. Просто вы можете это сделать. Почему нет? Уезжайте из своих квартир. Сдавайте эти квартиры кому? Есть люди, которые приедут к нам. Однозначно. Да, однозначно к нам приезжают и помогают нам работать. Поэтому в среднем дом можно построить где-то от 2,5 до 2,8 миллиона. Ну, максимум 3 миллиона. То есть сделать его со всеми удобствами. Сделать уже со всеми коммуникациями. То есть дом под чистовую отделку. Тема событий более очевидная. Есть в городе странные дома. То есть мы не говорим о цене. Цены примерно одинаковые. Я тоже купил себе дом. Стоил реально дешево. Кто строил? Вот к ним вопросы. Типа и так сойдет на продажу. Простите. Я там жить хочу. То есть те же приколы, но сбоку. Фирма Pride предлагает вам правильный и лучший дом для вас. Она не разменивается на цены. Потому что кто строит? И это лучшие строители магнитки. Без идиотских косяков. И с лучшим качеством. А как к вам можно обратиться? Может быть телефончик? Чтобы люди поняли. Мы находимся. Наш офис находится на улице Жукова 15. Офис 209. Это второй этаж над магазином Монетка. Пятерочка. Вот. И по телефону 8-919-305-79-75. Я могу или люди смогут так же просто, разменяв свою квартиру, купить себе замечательный дом. Да, мы поставили, значит, наверное, основной наш конек. Это максимально договариваться с клиентом, сделать так, чтобы всем стало удобно. И нам, как застройщикам, и им, как заказчикам непосредственно. Значит, мы для удобства наших клиентов заключили договор со Сбербанком. Работаем сейчас по нескольким программам ипотечного кредитования. То есть, все обсуждаемо. Все абсолютно подбираемо. Все достаточно удобно. Если кто-то захочет добавить кредитные деньги, можно будет определиться по ежемесячному платежу. Посмотреть, как так, чтобы это не стало напряжно семье. И мы теперь будем говорить о том, что, в принципе, ипотека, даже российская ипотека, это вам не американская ипотека. Там вот такой дом, как за вашей спиной, он будет стоить порядка 300 тысяч долларов. Здесь немножко ценники другие. Ценники, да, другие. Потому что, в среднем, если вот смотреть каркасник, да, он где-то 15,5 тысяч за квадратный метр. Ну, понятно, опять-таки, это вот строительные, да, деньги. То есть, опять будет зависеть от вашего желания, какую отделку вы внешне хотите. Мы говорим, 15 тысяч рублей, а не 15 тысяч. Да, 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 15 тысяч рублей, 15-15,5 тысяч за квадратный метр. Это включая фундамент, это включая само строение, да, кровля, то есть, непосредственно. Поэтому это включая окна пластиковые, входную дверь металлическую. То есть, куда можно заехать и уже, собственно, условно говоря, делать, не торопясь, ремонт в доме. Возвращаясь к цене. Вот эта улица с полностью подведенной коммуникацией. Скоро здесь будет и асфальт. Нет, конечно, ваше право, и мест других-то найти можно. Но цена вашего дома в фирме Прайд, по сути, более чем удивит. Потому что кончились странные цены, но воришей. Их уже нету. Кто хотел повыкобениваться, это уже сделали. Триста, тысяча пятьсот квадратных метров. И налоги от 80 тысяч рублей в год и выше. И это для них, для них, для них, пожалуйста. Мы не такие. Мы продаем квартиру и строим отличный дом. Ваш собственный по цене квартиры. Тема интересная. И тема есть здесь, на сотах. Мы не стали отстраивать конкретно улицу. Мы немножко пошли другим путем. Мы предлагаем нашим заказчикам самим понять, что они хотят. И как это должно выглядеть в их понимании. То, в чем они и в какой планировке они хотят жить. А мы уже реализуем непосредственно ваши желания. Я всю жизнь, после того, как побыл в Америке, я видел, что Америка – это страна небольшого жилья. То есть везде, всюду, по дорогам, там стоят, ну, скажем так, дома. Есть большие, есть небольшие. Почему мы это не можем делать? Мы можем. Я могу сказать, что вот за этот год мы достаточно неплохо проработали все лето. Вот, я могу сказать только одно. В среднем потребность, наверное, у наших людей где-то в 110 квадратов. 110 квадратных метров трехкомнатный дом. Я считаю, что достаточно удобно. Потому что и все идут и спрашивают именно такую квадратуру. Потому что и он оптимален по ценовой политике, да. Он оптимален по удобству. То есть его, наверное, каждой женщине его будет очень удобно убирать, да. Да, это смотрите, вот есть такие 1200 квадратов. А как их мыть, объясните мне? Может, я такой тупой? Нет же, сложно же, правильно? Для меня, как для женщины, да, это много. Я всегда говорю, что в нем делать в этом доме? Догонялки играть, прятки-то. Да, а здесь достаточно комфортно, достаточно уютно, достаточно рационально. И удобства у них никто еще не отменял. Когда мы говорим о строительстве, ну, прежде всего, давайте переговорим о фирме, с которой мы работаем. Это ООО или ЗАОО, я не знаю, как это ООО? Прайд. Что такое Прайд? Прайд – это гордость. Представляете? Я вам до того показывал о смысле гордости этой фирмы. По сути, события немногие так и сделали. То есть я прекрасно понимаю, что фирм по возведению, их много, да. Их, по сути, очень много. Кто-то построил небольшой дом, кто-то гараж. И все такие навороченные. Мы там, вау, 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 строим, строим, строим. Но может быть, может быть. Но то, что я вам показал, это большое-большое строительство. И ни одно место. То есть, ну, это принцип работы. Принцип грамотной работы. Принцип, с которым вам необходимо рассчитаться. По-другому не получается. Это люди, которые работают. И вы обязательно должны с ними рассчитаться. Мало того, то, что находится за моей спиной. Мы сделали целиком улицу. Вы посмотрите, вот столбы вот с этой стороны. Видите, да? Это вот все для них сделано. Они это делать умеют. Они это делать умеют. Они делают замечательные проекты под ваше строительство. То есть вы же тебе что-то захотели красивое. Не такое одинаковое. Не такое навороченное. А может быть, что-то более навороченное. Все это дело обсуждается. И вы себе можете это построить. Никаких проблем нет. Прямо все за моей спиной. Куда обратиться? Ну, я вам только что сказал. Куда обратиться? Туда, где вы себе захотите построить дом для вас. Потому что, ну, есть люди, которые хотят уехать с Магнитогорска. Я бы не уехал. Если бы не одна проблемка. Может быть, мы когда-нибудь вместе попробуем эту проблемку решить вместе с вами. Если это дело получится, то зачем ехать вообще-то? Город хороший. Я не сильно много видел мест, куда бы я поехал в Россию. Ну, их не так уж и много. Самара и Владивосток. Ну, место отдыха. И место, где до Москвы, знаете, 12 километров. Нам фиолетово на все. А так, Магнитогорск мне нравится. Очень хорошие дороги. Очень хорошие люди. Вообще, Магнитогорцы мне нравятся следующим. Я в них верю. Вы, может быть, не верите, но я верю. И поэтому я работаю. Я работаю для вас. Я работаю для фирмы Pride, которая вам готова предложить здешние дома. Так что покупайте, делайте свой правильный выбор.